Друзья, всем привет! С вами компания RDM Import и вы смотрите первые видео о вторых рынках. Кстати, если вы еще не наш подписчик, рекомендуем подписаться на канале. Масса полезного и интересного материала обо всем, что касается выбора и покупки поддержанных машин, в том числе и обзоры в разных форматах. Сравнение, тест-драйвы, технические обзоры, где мы детально разбираем особенности тех или иных моделей, рассматривая их на подъемнике. Ну а дополнительную информацию по машинам в наличии или, например, по нашим вакансиям, уточняйте по ссылке. Все это в описании. У многих людей понятие кей-кар, то есть автомобильчик особо малого класса для внутреннего японского рынка, прежде всего будет ассоциироваться с низким автомобилем. Низким в плане дорожного просвета, а не высоты кузова. И именно это обстоятельство может остановить некоторых из тех, кому нужна практичная, маленькая, юркая, удобная в парковке и при этом с небольшим расходом топлива машинка. Встречаются среди кей-каров и полноценные внедорожники, такие, например, как Mitsubishi Pajero Mini. Но сегодня речь не о них, а о золотой средине. Между низким чисто городским автомобилем и полноценным короткобазным проходимцем. Встречайте, Suzuki Hustler. Suzuki Hustler появился в 2014 году. Это первое и пока единственное поколение модели. Автомобиль выпускается по настоящее время, пройдя через рестайлинг в 2019. Рецепт этого автомобиля оказался достаточно простым. Здесь использована платформа Kekaro Suzuki Wagon R, также крайне популярного в Японии. Однако, в отличие от базовой модели прародителя, клиренс здесь стал больше и составляет целых 18 сантиметров. Однозначным плюсом этого автомобиля будет интересная внешность. Кому-то нравится, кому-то нет, но в оригинальности ей точно не откажешь. Что касается гаммы двигателей, то на этих машинах использовались моторы объемом 0,66 литра. В атмосферном на 52 лошадиные силы и турбовом на 64 лошади вариантах. Позже появилась и версия так называемого мягкого гибрида, в конструкции которой использовался мотор-генератор. Коробки передач у этих автомобилей могут быть как механическими для версии с атмосферником, так и вариаторными для всех остальных автомобилей. По типу привода, передний либо полный. Наш сегодняшний экземпляр 2014 года выпуска по России машина еще не ездила. Родной пробег по Японии 106 тысяч километров, передний привод и атмосферный двигатель на 52 лошади. Принадлежность к классу Кейкаров обязывает эту машину вписываться в определенные законодательством Японии габаритные нормы. Длина этого компактного кроссовера 3 метра 39 сантиметров, ширина всего метр сорок семь, а высота метр шестьдесят шесть сантиметров. Колесная база при этом составляет 2,45, а радиус разворота здесь очень небольшой – 4,6 метра. Снаряженная масса, кстати, тоже 750-860 килограмм, в зависимости от версии исполнения. Что касается толщины лакокрасочного покрытия у этого компактного японского автомобиля, то стандартный слой для дверей и прочих одноцветных элементов конструкции будет в районе от 75 до 90-95 микрон. А вот крыша, которая в данном случае у нас белая, покрашена чуть толще – порядка 90-130 микрон. И, кстати, это очень небольшие показатели на европейских автомобилях. При наличии двухцветной окраски показатели в микронах, как правило, будут лежать за пределами 180-200. Обзор внутреннего пространства автомобиля по традиции начнем с багажника. Хоть для Кейкара это, пожалуй, не самое основное достоинство, но данный автомобиль может претендовать так или иначе на руль единственного в семье. Поэтому давайте вооружимся рулеткой и выясним, как обстоят дела с линейными размерами багажного отделения. Доступ сюда нам открывает достаточно легкая крышка, проем широкий. И в данном случае мы проведем замер полезной длины в багажнике при двух положениях сидения. С левой стороны сидение сдвинуто максимально назад, а справа максимально вперед. Если вы оставляете максимум места для ног задних пассажиров, расстояние в багажнике у вас всего 27 сантиметров до крышки пятой двери. В случае, когда заднее сидение установлено в положение, оставляющее максимальное пространство ногам задних пассажиров, расстояние до крышки багажника 27 сантиметров. А если пассажиров потеснить и сдвинуть задний диван максимально вперед, то полезное пространство по полу в длину увеличится до 43. Высота от фальшпола до крыши 90 сантиметров, а это значит, что у Сузуки Хастлер большая высота проема багажника, чем у большинства универсалов. Ширина по полу метр ровно, а ширина самого проема в его средней части 93 сантиметра. Если же перед вами стоит серьезная хозяйственная задача, складывайте заднее сидение. В данном случае механизм складывания копируют таковой у Хонды Фит или Фит Шаттл. Подушка сидения ныряет вниз, спинка складывается сверху, и вы получаете практически ровный пол с очень небольшой высоты ступенькой. В этом случае расстояние до спинки переднего сидения от крышки багажника будет 125 сантиметров. А если при этом вы сложите переднее пассажирское сидение в уже упомянутый ранее ровный столик, то максимально длинный груз, который вы здесь увезете, будет равен 192 сантиметрам. А если положить этот груз наискосок через салон, то 210 сантиметров. Что касается каких-то дополнительных удобств и фишек в багажном отделении этого автомобиля, здесь практически не о чем говорить. Кроме 12-ти вольтовой розетки с правой стороны, плафона освещения наверху, и ниши для хранения штатного инструмента под фальшполом. Естественно, никаким запасным колесом этот маленький автомобиль не комплектуется, только герметик, компрессор, домкрат, вороток и баллонник. В целом же, с учетом особо малого класса этого автомобиля, пространства внутри здесь более чем достаточно, в том числе и для хозяйственных задач. Ну а теперь про интересное, про салон Suzuki Hassler. Попадая сюда, первое, что отвечаешь, это непривычный и необычный дизайн в ретро-стиле. Пластик передней панели здесь окрашен в цвет кузова. Точно такие же окрашенные в цвет кузова вставки мы наблюдаем на подлокотниках дверных карт. Все это отсылка к автомобилям 60-х годов, равно как и комбинация приборов. В данном случае у нас спидометр и указатель уровня топлива, отображаемый на многофункциональном, правда, монохромном дисплее бортового компьютера, режимы которого вы можете произвольно менять. Запас пространства по длине и по высоте здесь прекрасный. Расстояние до потолка очень и очень большое. При росте 1,86 м за рулем этой машины мне быстро удалось подобрать удобную посадку. Рулевая колонка в данном случае имеет регулировку, правда, только по наклону. Вылет не регулируется. А вот переднее сидение, несмотря на то, что выполнено оно в форм-факторе дивана из двух половинок, имеет регулировку по высоте. Это удивляет и одновременно приятно радует. Диапазон продольной регулировки здесь в целом тоже неплохой, хотя с учетом вертикальной посадки кейкара вытянуть левую ногу, выпрямив ее в колени, вряд ли получится. В центральной части сидения присутствует подлокотник с небольшим центральным боксом внутри. Он узенький, но он есть, и это здорово. Подлокотник на дверной карте, кстати говоря, отделан тканью вместе контакта с локтем. Это тоже определенного рода плюс. И внимание к деталям, которого в интерьере этой машины на самом деле много. Что касается разного рода клавиш, кнопочек и прочих моментов. Здесь абсолютно стандартный блок управления стеклоподъемниками и зеркалами на двери. Внизу присутствует блок вспомогательных клавиш, среди которых в том числе клавиша, включающая подогрев водительской половинки переднего дивана, клавиша включения и деактивации системы предупреждения столкновений, системы стабилизации, системы старт-стоп, а также противотуманных фар. Подрулевые переключатели в целом не вызывают нареканий. Единственный момент, что даже с моей длиной пальцев можно было расположить их чуть поближе. К ним приходится дотягиваться, если руки в этот момент лежат на рулевом колесе. С левой стороны руля блок управления мультимедийной системой и телефоном, который вы можете подключить сюда через Bluetooth протокол. Селектор коробки передач в данном случае находится на передней панели. Но если бы машина была на механике, то здесь был бы стандартный напольный рычаг КПП, а переднее сидение, соответственно, представляло бы собой два раздельных кресла. Мультимедийная система органично вписывается в общую архитектуру панели своим дизайном. Он скругленный. Если вы сравните это устройство со стандартными устройствами на прочих современных японских автомобилях, вы поймете, о чем идет речь. Блок управления климат-контролем уже выбивается из общей ретро-темы. Здесь у нас полноценный автоматический климат, правда, рассчитанный на одну зону. Управление, регулировка температуры выполняется при помощи поворотной рукояти. Режимы циклично переключаются одной единственной клавишей. Есть подогрев боковых зеркал, который включается одновременно с подогревом заднего стекла. Отдельная клавиша выводит показатели температуры забортного воздуха на дисплей. Подобные вещи мы видели в старых Toyota 90-х годов. А скорость оборотов вентилятора регулируется также кнопочками. Кстати, все эти кнопки тактильно различимы, и управлять климатом здесь получится, не отвлекаясь от дороги. Ну а в самом низу приборной панели под крышечкой скрываются HDMI, USB разъемы, а также видеовход для мультимедийного устройства. Что касается бардачков, подстаканников и прочих мест для хранения. Как уже было сказано, у нас присутствует небольшой центральный бокс в подлокотнике. Есть двойной бардачок, верхняя часть которого не очень объемная, зато открывается в своего рода маленький столик. Практичное решение и очень нечасто встречающееся. У переднего пассажира и у водителя есть по подстаканнику открывающимся по углам передней панели. Внизу под верхним бардачком присутствует полка с нормальным углом наклона вниз, так что все, что вы сюда положите, отсюда не вылетит. И маленький перчаточный ящик, своего рода основной бардачок, по сути дела под документы формата А4, сложенные пополам. Внизу у нас есть также карман, отформованный либо под стакан, либо под бутылку с напитком, куда можно что-то поставить. Есть 12-вольтовая розетка, про которую мы как-то забыли упомянуть с левой стороны от рулевой колонки. И внизу дверных карт есть кармашки, правда с учетом небольшой ширины автомобиля, карманы эти также очень юзенькие, и кроме пачки бумаг вы сюда по сути ничего не положите. Ну и самая главная фишка салона этого автомобиля, под передним пассажиром у вас располагается дополнительное место для хранения, в котором присутствует своего рода удобный ящик, который можно взять и унести. А под ним вы обнаружите дополнительный литий-ионный аккумулятор для работы системы Start-Stop. Что касается обзорности в этой машине, здесь только положительные моменты. Во-первых, как это ни странно, у машины видимый капот, хоть при его габаритах это и не такая большая необходимость, но это приятно. Сама передняя панель здесь не особо высокая, лобовое стекло стоит практически под прямым углом, далеко от вас. Большей части водителей даже не будет нужды в противосолнечном козырьке, поскольку сама крыша нависает здесь, как козырек кепки. В передних дверях присутствуют дополнительные маленькие окошки, зеркала для кейкара здесь вполне взрослого размера. Пользоваться ими удобно, ну а с парковкой назад помогает камера заднего вида. Но даже если бы ее не было, автомобиль заканчивается сразу за задним стеклом и не такой крупный по габаритам. Так что привыкать к нему долго не придется. Ну а теперь давайте посмотрим, как обстоят дела на заднем ряду. Что касается пространства на заднем ряду этого компактного автомобиля, то это одна из немногих машин, позволяющая при моей собственной регулировке переднего сидения располагаться, закинув ногу на ногу. Ну а если говорить серьезно, на самом деле запас пространства для ног здесь огромный. Заднее сидение этой машины имеет продольную регулировку. При таком шикарном размещении, конечно, у вас полностью исчезает багажник. Но если вам надо перевести какой-то груз, вы можете подвинуть сидение. Причем даже в максимально переднем положении заднего дивана мои колени по-прежнему не касаются спинки сидения. Так что в плане пространства для ног задних пассажиров этой машине можно смело ставить оценку 5. Конечно, никакого центрального подлокотника здесь не будет. Да и подлокотник на дверной карте, по сути дела, представляет собой ручку, за которую вы можете закрывать дверь. Заднее сидение рассчитано строго на двух человек. Об этом говорит и количество ремней, да и в целом ширина салона не располагает размещать здесь большее количество народа. Ну и финальной любопытной фишкой салона Suzuki Hustler будет возможность трансформировать переднее пассажирское сидение в удобный столик. Для этого придется вытащить подлокотник и опрокинуть вперед саму подушку. Подытожим. Места в этом автомобиле достаточно и впереди и сзади. Так что для поездки в количестве четырех человек даже на дальние расстояния от Suzuki Hustler по этому параметру вполне подойдет. В подкапотном пространстве этого компактного кроссовера будет располагаться в одном из вариантов один и тот же двигатель R06A. Этот мотор очень распространенный, массовый и относительно старый. Производство этих двигателей стартовало в 2011. Двигатели эти устанавливались на целый ряд моделей кейкаров для японского рынка, в том числе и на Suzuki Alta и на Suzuki Wagon R тоже. Атмосферный вариант выдает 52 лошадиные силы и 65 ньютонометров крутящего момента. Турбо-версия больше 64 лошади и 95 ньютонометров, что очень сильно заметно на автомобиле такого веса и габаритов. По конструктиву R06A это три цилиндра в ряд. Блок здесь алюминиевый, 12 клапанов, два верхних распредвала. На атмосферной версии фазовращатели установлены и на впускном и на выпускном распредвалах, на турбомашинах только на впуске. Гидрокомпенсаторов нет ни на одной версии, поэтому регулировкой клапанных зазоров, возможно, кому-то придется заниматься. И делать это вручную. Впрыск топлива в любом случае будет самый обычный распределенный, а ГРМ здесь цепной. Объем заливаемого у этих двигателей масла маленький, 2,9 литра, вязкость масла 0W20. Ну а бензин, что в атмосферной, что в турбовариант, предпочтительно заливать 95-й. Интервал замены масла здесь лучше не продлевать слишком за отметку 5-6 тысяч километров. Это касается и атмосферных версий тоже. Самое интересное, R06A нельзя назвать особо проблемным мотором. На самом деле слабые места у этого двигателя есть, и к ним, например, принято относить долгий прогрев в морозы. Хотя, с другой стороны, какой малообъемный двигатель обеспечит вам Ташкент в салоне? Второе, здесь относительно небольшой ресурс цепи ГРМ, это порядка 150 до 200 тысяч километров она ходит. А на турбоверсиях примерно столько же живет и сам турбонагнетатель. В целом же производитель заявил ресурс этих силовых установок на отметках 220 и 250 тысяч километров. Для турбо и атмосферной версии, соответственно. Но в заботливых руках эти агрегаты вполне возможно проедут больше. Эти компактные автомобили для пущей экономии топлива оборудованы также системой Start-Stop. И здесь есть различия между кузовами. Если машина имеет кузовной индекс MR31S, как в нашем случае, то здесь будет использоваться система Idling Stop. Дополнительных усложняющих конструкцию элементов при таком варианте не будет. Двигатель будет запускаться после остановки каждый раз обычным стартером. Но на более современных вариантах с маркировкой кузова MR41S будет использоваться мотор-генератор. Визуально такую силовую установку будет отличать от более ранней версии два приводных ремня. Ну а самый простой способ выявить, какой из вариантов стоит под капотом конкретного Hassler, это посмотреть на генератор. В первом случае с системой Idling Stop генератор будет самым обычным. Но на MR41S у генератора будет дополнительный прижимной ролик. Такие разновидности уже относятся к мягким гибридам. Из преимуществ ресурс стартера экономится, поскольку только первый запуск на холодную осуществляется обычным стартером, а далее в дело вступает мотор-генератор. Да и работает он куда плавнее и незаметнее. Кстати, сам мотор-генератор имеет мощность всего 1,6 кВт, но способен добавить до 40 Нм крутящего момента. Что делает из подобного гибридного Hassler еще и достаточно шуструю в разгоне машину. Что касается коробки передач. Если речь идет про вариаторную трансмиссию, то на этих автомобилях устанавливается вариатор Jatka JF015E. И вроде бы эта коробка хорошо знакома многим по таким автомобилям, как, например, Nissan Juke или Nissan Note в кузове E12. Это тот самый гибрид планетарной передачи и вариаторной трансмиссии. Однако, следует иметь в виду, что для Hassler и вообще для Suzuki эту трансмиссию доработали. Так, в частности, здесь своя форма поддона, соответственно, своя форма прокладки поддона. И отличается расположение фильтра тонкой очистки. Фильтров в этом вариаторе два, по идее, менять желательно оба. Жидкость в коробке менять нужно не реже, чем раз в 40-45 тысяч километров пробега. И крайне рекомендовано не перегружать эту трансмиссию резкими стартами газ в пол. Имейте в виду, что если вы начали вдруг наблюдать на своем Suzuki Hassler проблемы с плавностью разгона, машина начала подергиваться, прежде чем бежать искать контрактную коробку, на всякий пожарный проверьте, как обстоят дела с датчиками АБС. И не лишний будет проверить все фишки на трансмиссии на предмет наличия хорошего контакта. А также исключить проблемы с датчиками скорости на КПП. Ну а теперь поговорим про дорожный просвет, прежде чем посмотреть на Suzuki Hassler снизу на подъемнике. Каталожное значение клиренса для этого автомобиля 180 миллиметров. Вооружимся рулеткой и проверим, соответствуют ли эти данные действительности. А самая низкая точка здесь – это поддон коробки передач, до которого от асфальта как раз-таки 180 миллиметров. До переднего бампера в его нижней части порядка 19 сантиметров. Причем сам передний свес практически отсутствует. Поэтому в плане геометрической проходимости этот маленький автомобиль может поспорить со многими более крупными. Расстояние от асфальта до порога в передней части – 18 сантиметров. В задней части до поддомкратников все 19. А задний край бампера находится от асфальта на расстоянии 29 сантиметров, что вкупе с отсутствующим задним свесом делает Suzuki Hustler очень интересным автомобилем с точки зрения геометрической проходимости. Вид снизу показывает, что в случае выезда на бездорожье на подобном автомобиле следует помнить про низкорасположенную выхлопную трубу и лямбдозонд. Они располагаются не слишком ниже поддона коробки, но тем не менее преодолевая очень-очень высокое препятствие, есть шанс травмировать эту часть выхлопной системы. Что касается подвески данного компактного автомобиля, здесь все по традиционной для бюджетных машин схеме. Спереди у нас подвеска типа Макферсон. Шаровые опоры выполнены с передними рычагами неразъемными, менять их придется в сборе. Равно как и ступичные подшипники, здесь они тоже меняются в сборе со ступицей. В отличие от некоторых других компактных автомобилей, Suzuki Hustler имеет стабилизатор поперечной устойчивости, причем достаточно крепкий. Располагается он здесь сверху на подрамнике и доступ к его креплениям можно в целом назвать более или менее сносным. Рулевая рейка здесь соответственно электрическая, никаких шлангов, гур и прочего здесь не будет. Большой плюс в надежность, невысокую стоимость при покупке в контрактном виде. Что касается антикоррозийной обработки, то несмотря на то, что машина для внутреннего японского рынка, некоторые следовые количества антикора здесь все же обнаруживаются на днище, также на лонжеронах и на порогах. Конечно, для эксплуатации в регионах с большим количеством реагентов на дорогах машину бы желательно обработать снизу, поскольку, например, центральная часть днища здесь вообще ничем не защищена и не закрыта. Но и сказать, что герметик нанесен сугубо только на швы, здесь тоже нельзя. В задней части автомобиля мы видим располагающийся перед задней подвеской топливный бак. Его объем небольшой, 27 литров, но с учетом маленького расхода топлива, для этой машины он достаточен. Кстати говоря, материал бака сталь, равно как и заливная горловина, здесь она тоже стальная. Задняя подвеска в любом случае будет зависима, если речь идет про переднеприводный вариант, то сзади обычная балка. Сайлинг-блоки, сайлинг-блоки, втулки на амортизаторах и пружины. Выходить из строя сзади решительно нечему. Единственный момент, здесь все-таки добавлена поперечная тяга стабилизатора, чего не встречается на большинстве компактных машинок типа кейкаров. Задние тормоза у Сузуки Хастлер, кстати говоря, барабанные, но ресурс колодочек в барабанных механизмах большой. Как правило, они не требуют замены еще на 150-160 тысячах и могут эксплуатироваться дальше. Состояние этого конкретного экземпляра при взгляде снизу очень радует глаз. Несмотря на то, что автомобиль 2014 года выпуска, ржавчины на кузове здесь нет вообще. Таким мы увидели сегодня компактный кроссовер Сузуки Хастлер 2014 года выпуска с пробегом 106 тысяч километров по Японии. Если у вас была или есть подобная машина и вам есть в чем нас поправить и чем дополнить, обязательно пропишите все это в комментариях. Людям, которые думают о покупке подобного компакта, ваш комментарий может помочь до конца определиться с выбором. Также, если вас заинтересовал конкретный экземпляр, который сегодня оказался на нашем подъемнике, всю интересующую вас дополнительную информацию по этой машине уточняйте по контактному телефону. Он будет в описании под видео, на нем есть WhatsApp. Пишите, звоните и задавайте вопросы. Есть шанс, что к моменту выхода видеомашина все еще будет в продаже в компании RDM Import в городе Новосибирске. Если обзор понравился и оказался полезен, не забывайте ставить лайки и подписываться на канал. На этом я с вами прощаюсь. Спасибо за просмотр и до новых встреч в эфире. Пока! Спасибо за просмотр!